Ну, мне сегодня предоставилась просто колоссальная, я считаю, честь представить вам новый продукт компании, потому что я, в принципе, на этот продукт подписался в свое время, мне приходилось хранить это все в тайне, иногда такое было ощущение, что меня разорвет, почему люди не слышат, не понимают, куда мы идем, но рассказывать нельзя. И вот сегодня настал тот долгожданный момент, когда мы можем поделиться с вами информацией и представить этот продукт, который, я не побоюсь этого слова, изменит мир. То есть мы все знаем с вами монстры приложений, такие как Alibaba Express, Booking.com и так далее. Так вот этот продукт, он может быть по масштабам даже мощнее и объемнее, потому что он собой объединяет сразу две колоссальные индустрии в мире сетевого маркетинга и в мире бизнеса электронной коммерции. Но давайте, не буду забегать вперед, а двинемся вперед. Но вы знаете все уже тенденции электронной коммерции, я сейчас на этом останавливаться не буду, потому что мы на презентациях и про волны рассказываем, и рассказываем, куда движется мир и так далее. Я просто немножко приведу статистики. Вот смотрите, сейчас объем интернет-продаж во всем мире растет, и растет очень быстро. прирост составляет примерно в 3-5 раз больше, чем прирост оборота в традиционной торговле, в традиционных сферах бизнеса. То есть, грубо говоря, весь бизнес уходит в интернет. Еще в свое время Билл Гейтс сказал, что в ближайшие 10-15 лет либо ваш бизнес будет в интернет, либо вы останетесь без бизнеса. И вот этот процесс сейчас в мире происходит. И, соответственно, более того, он не просто уходит в интернет, он уходит в мобильную коммерцию, потому что растет количество продаж смартфонов. Вот здесь на следующем графике вы это видите. А, соответственно, востребованность времени сейчас говорит о том, что все большие компании задумываются, как представить мне свой бизнес не только в интернет, а в мобильных приложениях. Вы знаете, недавно мне попалась на глаза статья, которую интервью давал Стив Джобс еще в 1996 году. Представьте, тогда еще даже айфона не было. Может быть, он у него был в голове, в идеях, но его в природе не существовало. Такого понятия, как смартфон, не существовало вообще. Но уже в тот год в своем интервью Стив Джобс говорил, что будущее не в компьютерах и в технологиях и в продажах через интернет, а будущее в мобильной коммерции. И вот это будущее у нас с вами наступает. И более того, мы с вами, нам выпала великая честь, мы на передовой в этой сфере. И именно поэтому каждый, кто сегодня слушает эту презентацию, каждый, кто сегодня не просто слушает, а воспользуется этой информацией, это тот человек, который в ближайшие годы может стать долларом, миллионером, а может быть даже миллиардером. И вот продукт, который мы сегодня запускаем, он как раз об этом. Потому что, как я уже сказал, он все вот эти технологии знания в себя вбирает вместе. И давайте посмотрим, как проходили покупки в интернете и как это использовалось. Первая волна покупок – это появились такие коллективные покупки, когда люди собирались, и для того, чтобы купить одинаковую, например, технику и получить максимальную скидку, собирали деньги и просили коллективную скидку. На второй волне появились журналы и газеты с купонами, которые тоже позволяли людям получать скидку. Это была своего рода реклама, которая позволяла компании себя очень широко представлять, потому что, когда она давала скидку, люди шли, знакомились с товаром, соответственно, потом начинали им пользоваться, и через них приходили другие люди. Ну и третья волна – скидочная система перешла в интернет. Появился группон, купи-купон и многие другие сайты, которые сделали бум, делали миллионные обороты, представляя эту технологию через интернет. Мы с вами идем в нашем новом продукте еще дальше, но к этому мы подойдем. На четвертой волне у нас появился полноценный бизнес, который использовал купонный бизнес, кстати, дальше продвигался и развивался, и его начали использовать и такие бренды, как Amazon, eBay, Alibaba Express. И электронная коммерция на сегодняшний день так бурно развивается, что вот есть новая компания, про нее мы почти не говорили, и она, смотрите, имеет 200 миллионов активных пользователей и 15 миллиардов оборота за 2015 год. И, соответственно, что самое интересное, характеризующая эту компанию, 90% покупок в ней совершается именно через мобильные устройства, то есть уже не через компьютеры, а через мобильные устройства. И вот теперь, чтобы далеко не ходить, в чем наша суть и бизнес-модель. Мы с вами впервые в мире объединяем технологию MLM и мобильной коммерции. То есть, соответственно, мы даем возможность, с одной стороны, людям получать товары и услуги по самым выгодным ценам, то есть люди, представленные в нашем приложении, которые представляют свой бизнес, у них, допустим, магазин, у них, допустим, ресторан, кафе, салон красоты или еще что-то, они могут, делая различные скидки и различные предложения интересные для клиентов, которые оказались в данный момент рядом, с одной стороны себя рекламируют, а с другой стороны всем потенциальным клиентам получать возможность не только воспользоваться скидкой, но и иметь возможность получать доход со своих трат. Обычно в бизнесе MLM до настоящего времени все компании продвигали какой-то узкий продукт, товар, сегмент, и на рынке таким образом представляли продукт. Соответственно, мы задумались, почему сетевик должен зарабатывать, продвигая какой-то узкий сегмент, допустим, посуду или только здоровье, или только красоту, или еще что-то. Почему не сделать так, чтобы люди могли зарабатывать на всех покупках? И приложение, которое мы запускаем, модель бизнеса, которую мы запускаем, она объединяет в единое целое сети магазинов, ресторанов и любого бизнеса, который ориентирован на клиента, и клиентов. Более того, если ваш магазин, например, в котором в данный момент не входит в систему, а вы ходите туда, тратите деньги, вы как сетевик имеете возможность этому магазину продать лицензию, здесь будут лицензии, но стоят они всего лишь 150 долларов на целый год. То есть большинство компаний в неделю больше тратят на рекламу, чем здесь они получают сервис на год. Причем с настройками, с подключением, с отслеживанием всех клиентов. Таким образом, подключив этот магазин, вы зарабатываете деньги сразу с продажи лицензии, но это не самое интересное. Самое интересное другое. Подключив этот магазин со всего товарооборота, который делает этот магазин через это приложение, вы будете пожизненно получать доход. Таким образом, любой предприниматель сейчас, активно поработав на старте компании, подключив 10-20 магазинов, может пожизненно себя обеспечить стабильным, хорошим доходом. То есть это все равно, что там открыть ресторан, или открыть торговый центр, или открыть какой-то бутик. Соответственно, самый распространяемый вопрос у людей, которые могут родиться в голове, которые живут в глубинке, а мне как быть, вот хорошо вам там в Москве, Санкт-Петербурге, в Алма-Ате, Астане, или там где-нибудь в Шанхае. Там много предприятий, они делают большие обороты. А как быть, нет, ребята, очень просто. Вы же знаете нашу модель к ром-фандингу. Получайте долю в этом бизнесе и получайте доход со всего оборота. Таким образом, подводя краткое резюме, что мы получаем? С одной стороны у нас дистрибьюторская сеть, которая подключает магазины и может иметь доход с каждого подключенного магазина и плюс доход с продажи лицензий. А с другой стороны клиентская сеть, которая тратит деньги и может свои расходы превратить в доходы. Более того, каждый магазин автоматически превращается в источник, скажем так, размножения дистрибьюторов и клиентов. И вот это вот колоссальная идея, которую нужно понять. Если вы это поймете, вы поймете, как быстро будет развиваться этот бизнес. Соответственно, как этот бизнес будет называться? Вот я вам сейчас уже покажу иконку, которая будет в магазине. Компания над этим бизнесом работала последний год, потратила очень много денег. Соответственно, бизнес называется Smart City. Приложение уже практически готово и буквально осенью можно будет, скажем так, им уже пользоваться и оно вступит в силу. Субтитры создавал DimaTorzok Вот тут задают вопрос, можно ли подключать интернет-магазин. Да можно подключать, еще раз, все, что угодно. Любой магазин, любые товары, любые услуги, все, что ориентировано на клиента, будет позволять, скажем так, подключаться и использоваться как магазинами, так и клиентами. То есть задача, для чего сеть строим? Для того, чтобы люди тратить деньги в этой сети, имели возможность получать процент с товарооборота. Все очень просто. В принципе, сетевой маркетинг изначально правильный, так и задумывался. Вернее, изначально, может быть, когда он рождался, это была сеть продавцов и не случайно на сегодняшний день примерно 80 компаний на рынке, это компаний прямых продаж, где люди продают продукт. Но в дальнейшем, с развитием компьютерных систем, которые позволили просчитывать на любую глубину маркетинг, он стал ориентирован на клиентов, где любой клиент может включиться в процессы, получать доход с товарооборота и с рекомендацией. И вот эта гениальная и колоссальная вещь в свое время меня привлекла в эту индустрию, потому что, если честно, я не очень хороший продавец, я больше хороший покупатель, который может донести идею. А вот эта идея мне нравится и с точки зрения клиента, потому что, представьте, вы приехали в какой-то магазин, хотите арендовать магазин, приехали в какой-то город, хотите арендовать машину, вот я, например, очень много путешествую, и видите рядом с собой фирмы все, которые предоставляют услуги, видите, что вот в такой-то фирме, например, сегодня 50% или там 30% скидка. Конечно, вы пойдете туда и у вас всегда, куда бы вы ни приехали, что бы ни покупали, всегда вы видите, какие компании предоставляют максимальные скидки. То есть, вы всегда с точки зрения клиента можете очень хорошо экономить. С точки зрения бизнеса то же самое, вам очень легко теперь привлекать клиентов о себе заявить на весь мир. Допустим, я молодая, новая фирма, как мне там конкурировать с монстрами? Сделать хорошую проматку, все обо мне узнали и пришли ко мне. Дальше мне остается только поддерживать хорошее качество товара и хорошее качество обслуживания клиентов. То есть, таким образом, здесь тройной выигрыш, а так как клиенты еще, и многие будут дистрибьюторы, и им выгодно в этой сети тратить деньги, но здесь мы получаем вообще колоссальный эффект, потому что, тратя деньги в системе, все только выиграют и получают дополнительную прибыль. И вот это приложение разрабатывалось очень долго, аналогов, как я уже сказал, нету. Называется оно в смарт-сети или в переводе «Умный город». Понятно, почему «умный», потому что здесь тройная выгода у всех. ну вот многие пишут сейчас тут, у кого не многие, а некоторые пишут «Нет звука». Ребят, проверьте свое подключение, потому что у всех остальных звук есть, и я думаю, хороший. Но мы с вами двигаемся дальше. Что такое смарт-сити? Теперь, как я уже сказал, система «Умный город». Здесь вы можете настроить либо любой город, где вы находитесь, и вам система будет показывать все точки, которые подключены, самые лучшие и выгодные предложения по скидкам, все уже отсортировано, отобрано. Вы можете выбрать в другой город какой-то, да. Система автоматически будет определять, где вы находитесь, но вы можете перенастроить. Например, я собираюсь поехать в Санкт-Петербург, ну и там хочу что-то, например, купить. Я могу выбрать для себя Санкт-Петербург, и мне система покажет все самые интересные предложения и так далее. Я могу выбрать по товарам, я могу выбрать по услугам. Например, я, как вы уже говорили, ищу, например, машину, я выбираю аренду машин, соответственно, система мне выберет все предложения касательно аренды машин. Соответственно, вот здесь представлены разные скриншоты, то есть, как я уже сказал, система готова, и уже буквально к осени будет запущена. Соответственно, каждый потребитель и производитель состыкуется, система показывает, вот как, допустим, когда мы Uber заказываем, нам система показывает ближайших водителей и предоставляет им заказ. Точно так же и здесь система умного города, когда вы что-то ищете, будет показывать вам ближайшие магазины, ближайшие точки, где вы можете получить товар или услугу на самых выгодных ценах с рейтингами, обслуживанием и так далее. Вам останется выбрать, подъехать и получить. Точно так же магазин получает колоссальное количество клиентов, ему не надо больше тратиться на рекламу. То есть, win-win-win, тройная выгода, как я уже сказал. Соответственно, выгода для дистрибьюторов, выгода для магазинов, выгода для потребителей. Соответственно, для дистрибьютора это еще и возможность создания пассивного дохода. Вот смотрите, не у всех получается строить сеть, согласны? То есть, многие люди приходят и сеть у них не получилось построить. Здесь вы подключили один магазин, он счастлив, доволен, что получил клиентов и создали себе пассивный доход с товарооборота в конкретном магазине. Пусть у вас даже нет ни одного дистрибьютора, но у вас уже есть источник пассивного дохода. Вы счастливы, вы довольны? Напишите мне эмоции, покажите. кто хотел бы уже сейчас подключить несколько себе магазинчиков? Супер, вижу ваши эмоции, вижу, вы довольны. Я безумно счастлив, что наконец об этом можно рассказывать, что система готова, что теперь, знаете, как только отмашку, как на старте стоишь, ждешь отмашку, чтобы мне уже хочется пойти там подключить десяток магазинов.